привет друзья с вами снова дмитрий медведев вы на канале школы ювелиров jdesign pro и в этом уроке мы с вами разберем как в renoceros и grasshopper можно легко создавать вот такие модели колец которые нам любезно прислал наш замечательный подписчик sordor из telegram чата для ювелиров которые вы кстати тоже можете зайти задать там свой вопрос но и получить ответ также вы там найдете все файлы из этого урока ну и еще много чего интересного а если хотите лучше понимать что происходит в этих уроках и научиться самостоятельно создавать такие 3d модели без подсказок то добро пожаловать к нам на курсы по 3d моделированию для ювелиров у нас есть и курсы для начинающих и для продвинутых и скульптинг и параметрика и рендер короче говоря все что нужно для комфортной и быстрой работы современного ювелира все ссылки вы найдете в описании к этому видео ну а также подписывайтесь на этот канал мне будет очень приятно записать для вас еще больше уроков ставьте лайк а мы начинаем поехали так ну для начала давайте подумаем как могла бы быть сделана эта модель опытный класс уже заметил что эти кольца сделаны по единому типу то есть тут у каждого кольца есть поверхность на которую наложен рисунок и в принципе можно было бы обойтись только инструментами ирина создать развертку поверхности перенести на нее этот рисунок потом сделать толщину вот собственно и все но это только на словах на самом же деле нам тут придется подбирать толщина этих дорожек количество элементов а самые внимательные заметят что этот рисунок внизу шинки еще и меняется то есть нам нужно будет переносить две развертки на две поверхности на верхнюю и нижнюю кольцо симметрично и так что мы можем просто создать половинку и зеркально отразить ее на другую сторону конечно может у вас возникнуть вопрос а как это вообще все обрабатывается уже в металле но тут сейчас речь не о том как это обработать ведь произвести это кольцо можно и через литье нескольких половинок или прямой печатью из золота не знаю напишите кстати в комментариях что вы думаете по этому поводу и как можно было бы сделать эти кольца в металле ну а мы давайте уже перейдем в риноцерос и сначала создадим базовую поверхность на которую будем переносить орнамент а затем создадим алгоритм в grasshopper с помощью которого можно будет изменять форму и толщины этого орнамента так я тут подгрузил себе картинку в программку puref если у вас ее еще нет установите обязательно очень полезная штука это будет наш референс ну и давайте сделаем поверхность сделаем ее достаточно быстро я это показывал на предыдущих уроках в уроке моделирования кольца и яблоко то можете посмотреть как делается делается эта поверхность мы возьмем окружность которая состоит из контрольных точек третьего порядка вот это circle deformable рисуем как обычно 18 миллиметров и сразу создадим такое же сечение снизу вот как у нас должно быть такое снизу сечение circle deformable в нижней части квад ну где-то вот так вот если что потом поправим вот такую так рожность держу shift чтобы не изменялось направление окружности чтобы у нас контрольные точки находились строго по осям удаляю две верхних контрольных точки эти чуть чуть вниз делаю такую булочку снизу две точки удаляю также эти точки раздвину чтобы у нас здесь орнамент в лес и чтобы еще толщина влезла нужно как-то вот так вот сформировать эту нижнюю часть кольца окей теперь берем сечение перебрасываем на другую сторону наверх увеличиваем в масштабе вот так я нет не от этой точки вот от этой точки квадранта вот так ну миллиметров до 20 в ширину вот так то она пойдет отлично верхнюю часть чуть чуть побольше здесь тоже чуть-чуть откорректируем можно вот так можно вот так окей ну достаточно можно чуть чуть нижнюю часть раздуть все теперь берем снова ту же самую окружность циркал деформы был относительно 0 держу shift рисую ее сюда раз контрольные точки включаем эти контрольные точки поднимаем вот сюда эти две точки растягиваем масштабом чтобы у нас было примерно вот так если смотреть здесь внимательно то здесь стенка идет так достаточно вертикально также вот эти контрольные точки немножко приподнимем чтобы не сужалась боковая часть кольца это нам совсем не нужно вот таким вот образом хорошо теперь врисуем еще одно сечение вот сюда очень не сечение а направляющую вот в это место сделаем это тоже очень быстро и просто просто скопируем вот эту кривую в масштабе ее увеличим чтобы она где-то до серединки до сюда дошла контрольные точки приподнимем здесь приподнимем здесь чуть чуть пошире здесь тоже их чуть чуть пошире и вот эту всю верхнюю конструкцию я сдвинул вот сюда чтобы смотреть смотрите как вот она сюда вот идет чуть чуть пониже вот сюда в бок целом как то так чуть чуть сожмем еще немножко сожмем прекрасно закидываем на другую сторону вот такая у нас форма получается и нужно еще два сечения по бокам берем функцию поворот копируем сюда так контрольными точками дотягиваем чтобы она дошла вот до направляющего до этой так чуть чуть еще увеличим отлично не обязательно чтобы они касались идеально точно друг друга просто хотя бы чтобы рядышком были теперь чуть-чуть растянем ну чем точнее тем лучше конечно все хватит и теперь просто выделяем все кривые запускаем функцию построения сетки у нас получается поверхность по сетке отличная красивая аккуратненькая сеточка дальше можно еще подогнать вот эту форму посмотреть как она у нас идет может быть чуть чуть раздуть вот это сечение может быть приподнять контрольные точки у вот этих направляющих сейчас их контрольную так вот этот уберем из выделения включаем контрольные точки и окно вот эту контрольную точку чуть-чуть сюда задвинем у нас работает история поэтому левая правая часть у нас двигаются симметрично вот эту сюда можно еще сжать вот так вот так слишком перестарался можно вот так и можно еще наверное сюда отодвинуть вот короче говоря аккуратненько шейпим форму доводим до ума но помним что лучший враг хорошего окей оставим так если нам нужно будет другая форма кольца то точно так же создаем такую же единую поверхность это единая поверхность да у нее два шва продольный и поперечный и на эту поверхность мы можем развернуть если нажмем функцию юри это будет обычный такой вот прямоугольник то есть по сути можно вот этот прямоугольник заполнить орнаментом и этот орнамент швырнуть обратно на поверхность придать толщину и все но самое сложное это подобрать сколько у нас будет здесь элементов подобрать толщину этих элементов можно конечно всякими хитрыми способами это делать но мы сделаем это с помощью grasshopper а это быстрее и проще так дальше смотрим где у нас шов я все выбираю из выделения исключаю поверхности прячу кривые так еще кривая одна осталась прячем так у нас шов идет сбоку а мне нужно чтобы шов шел снизу поэтому я беру функцию вот здесь вот модификаторах поверхности есть и just close surface sim и устанавливаю шов так чтобы он находился в чем какой тот который идет в направлении v вот этот продольный вот сюда вот чтобы привязался он к квадранту вот теперь у нас шов внутри кольца идет это это хорошо это правильно и вот этот вот поперечный шов точно так же мы должны переместить это у нас направлению ставим его вот сюда также привязочку квадранту ищем вот она все теперь этот шов снизу и шов изнутри тоже проходит вот с этим кольцом вот с этой поверхностью мы дальше и будем работать теперь можно открыть уже grasshopper и начать создавать алгоритм так вот у меня открылся grasshopper я окно renoceros помещаю слева так удобней окно grasshopper справа и вот это кольцо нам пока не нужно мы его прячем просто все прячем чтобы ничего не было видно здесь можно включить окно топ чтобы смотреть на то что у нас здесь происходит ну и начнем с того что создадим обычный прямоугольник которым будем рисовать всю вот эту вот красоту вот этот крестик прямоугольники у нас создаются вот тут если заходим в кривые grasshopper я тут есть примитивы и в этих примитивах есть прямоугольник rectangle ставим сюда эту ноду в этой ноде нас интересуют два входа x и y это размеры этого прямоугольника на самом деле нам размеры эту прямоугольник не сильно важны нам нужно просто создать что-то относительно чего мы будем отталкиваться размеры здесь сюда задаются с помощью домена то есть от и до откуда и куда создам домен домен у нас находится вот здесь вот во вкладке с математикой я перетаскиваю сюда констракт домен и чтобы задать вот этот домен значение от и значение до мы напишем сюда пусть это будет 5 миллиметров два раза кликаем по экрану пишем 5 давайте . два 0 и . не запятая именно . 2 0 у нас получается вот такой слайдер мы его делим пополам два раза кликаем разделить на 2 вот сюда это у нас половинная часть и половина сюда половина сюда только половина сюда идет с отрицательным знаком правый клик на вход expression и пишем здесь минус x таким образом у нас на входе у нас получается отрицательное значение от минус 2 до 2 этот домен подключаем в x и такой же домен подключаем y нас получается правильный квадрат так супер квадрат есть теперь нужно нарисовать диагональную палочку диагональную палочку рисуем следующим образом вот этот прямоугольник он содержит углы вот эти вот углы чтобы достать заходим в кривые и выбираем вот эту вот ноту discontinuity она определяет стыке в в кривой если мы эти эту кривую сюда подключим мы получим на выходе точки вот эти точки их всего 4 разбираем на части заходим в sets и берем ноду лист item это список который выдаст нам на выходе все наши элементы разберет их просто по частям несколько раз нажмем плюсик вот все наши четыре выхода это первая вторая третья и четвертая точки нам нужны будут первая и вторая точки берем в кривых ноду которая рисует нам линии и подключаем начало и конец вот такая у нас получается линия отлично теперь у этой линии нам нужна толщина если мы хотим сделать какую-то толщину у нас есть но до upset curve берем эту ноду сетков и задаем расстояние если мы хотим вот эту толщину задать ну допустим это будет там где нибудь 0 5 миллиметра то отступ в обе стороны нам нужно эти 0 5 миллиметра поделить на 2 снова два раза кликаем поделить на 2 подключаем в а и подключаем в distance и кривая которую от которой мы будем отталкиваться это вот эта линия так мы сделали отступ в одну сторону а в другую сторону тот же самый отступ будет с отрицательным значением правый клик на вход expression минус x окей теперь у нас есть две кривые два отступа надо теперь торцы соединить здесь и здесь для этого идем в ноду которая разбирает нам кривые на точке то есть берет начальную конечной точки and points это сюда и точно такую же ноду ставим вот сюда то есть начать первая и последняя точки у этих кривых мы их достали и соединяем начало и начало и конец и конец упс так конец и конец вот так должен быть один вход сюда ходить вот эти две палочки у нас есть эти две палочки у нас есть все это собираем в единую ноду join curves сюда держу shift подключаю это держу shift подключаю это держу shift подключаю это все здесь единая замкнутая кривая у нас готова точно такая же кривая но в другую сторону будет если мы создадим зеркало берем вкладку трансформации берем зеркало и у нас это зеркало автоматически создастся уже здесь уже ось будет задано то которая нам нужна то есть ничего ничего такого лишнего не делать все у нас есть вот это вот перекрестие теперь что касается внутренней части то есть нам нужен вот у нас внешняя часть этой зоны и нам нужно будет внутренняя часть вот этой зоны то есть вот этот вот отступ как мы его создадим можно сделать точно такой же домен сделать его чуть-чуть поменьше и вот давайте таким образом мы создадим вот этот прямоугольник в принципе можно было сделать его с помощью отступов наружу и вовнутрь но мы пойдем немножко другим путем мы создадим точно такой же домен но только теперь вот это значение которое задает нам ширину и и высоту этого прямоугольника мы от них будем вычитать то значение которое мы хотим создать то есть сверху если нам нужна какая-то толщина мы вычтем из этого значения то что нам нужно и сбоку точно также вычтем мы мы два раза кликаем минус вычитаем из этого допустим 0 если нам нужна толщина 005 где-то вот так то вычитаем 05 но нам нужно 05 вычесть и сверху и снизу то есть 05 умножаем на 2 так и вычитаем уже двойное значение это у нас будет что это у нас будет допустим x мы берем вот этот домен бамс бамс и подключаем сюда в x так из пардон из 6 вычитаем 05 у нас получается это немножко получается а ну правильно я же на 2 ты не разделил еще на теперь надо вот это еще на 2 разделить точно так же это сюда и это сюда вот теперь все правильно это у нас по ширине и точно такую же конструкцию делаем о высоте по игре и теперь у нас задается вот этот вот прямоугольник здесь значение отступа по ширине здесь значение отступа по высоте супер дальше вот этот прямоугольник который у нас имеется мы должны как-то совместить с вот этими двумя пересечениями здесь есть но до которая создает ну как curve boolean только в grasshopper мы можем взять два контура каких-то замкнутых вот этот это что у нас получилось вот этот и получить результат пересечения у нас будут вот такие вот то есть вот готовый такой крестик теперь теперь мы возьмем вот эту ноду и сделаем результат пересечения друг с другом то есть вот это у нас первая вода и 2 но да это будет наш этот вот прямоугольник вот так а стоп немножко нету вот взял вот эту region difference наоборот наоборот надо вот из-за этого квадратика вычесть то что у нас получилось вот они вот наши 24 треугольника с которыми мы будем дальше ими делать теперь у нас есть возможность изменять ширину высоту все что мы захотим все как надо и толщину вот этих вот дороже толщина у нас задается вот здесь то есть мы теперь можем контролировать все вот эти толщины после того как перенесем вот этот рисунок на поверхность как перенести рисунок на поверхность очень просто идем в трансформации берем берем ноду которая называется называется она орф вот это сейчас мы к ней вернемся а пока создадим некий паттерн который будем дальше уже использовать для переноса всего этого дела на поверхность паттерн это вот это вот наша кривая как у нас получилось я ее засуну в отдельный в отдельную коробочку вот сюда чтобы удобнее было выделять а все остальное спрячу control q вот так вот выделяем control q и вот это тоже control q спрячем все но это уже не геометрия это прятать не обязательно вот внешний прямоугольничек нам тоже понадобится я его тоже вытащу вот так вот в отдельную кривую сюда вот и теперь идем в трансформации и делаем вот такой вот ректангулар рей это у нас будет массив массив мы делаем из вот этих вот элементов и такой же массив сделаем из вот этих элементов то есть это наши внешние прямоугольники а это собственно объекты так так теперь ячейка кота относительно которой мы будем плясать это вот эта ячейка то есть у нас получается ровный вот этот вот массив и это же ячейка у нас пойдет сюда вот у нас получился нормальный массив который мы можем теперь контролировать сколько хотим элементов по x по y так далее два раза кликаем задаем допустим нам нужно 5 на самом деле нужно будет больше там где-то 11 пишем 11 делаем копию сюда сюда и такой же сюда сюда у нас получается вот такой массив можно его контролировать так контролировать так супер вот эти ребята которые у нас создают всю нашу эту форму ячеек мы их собираем в кучку идем в трансформации и то есть не в трансформации а в пересечения и объединяем все эти регионы в кучку вот так это будет наша поверхность с которой мы дальше будем все это переносить вот эту поверхность вот пока не поверхность это пока кривая поэтому чтобы создать из нее поверхность мы идем в поверхности и создаем вот эту поверхность boundary surfaces это будет поверхность который создается из обычной плоской какой-то замкнутой кривой все вот эта поверхность будет наша основа это наша base геометрия который мы будем переносить это вот эти вот вот эти вот треугольнички все наши это наши геометрия так а пардон пардон мы не 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 эти треугольнички будем переносить мы будем переносить с вами результат пересечения вот этих вот треугольничков и нашей поверхности для этого возьмем то есть нам же нужно вот не просто треугольнички принести а всю поверхность которая у нас здесь создалась в результате то есть мы возьмем вот это возьмем вот это и это все соединим в кучку то есть получим результат результат поверхности из вот этих кривых и вот этих кривых берем поверхность подключаем сюда это и это но у нас получилось сразу много поверхностей от каждого треугольничка чтобы такого не было нам нужно всех их собрать в едино в одну единую в один единый список в одну кучку для этого нажимаем правой клавиши мышки сюда нажимаем флэтон и у нас получается единая вот эта поверхность давайте посмотрим что получилось все выбрали с прячем здесь спрячем здесь и спрячем здесь вот она вот это у нас то поверхность которую мы будем переносить так так целевая поверхность который на которую мы будем переносить это будет вот это вот поверхность мы берем поверхность теперь уже достаем нашу поверхность кольца select one set one surface выбрали поверхность от one surface вот она все теперь она у нас загружена в grasshopper можно все выбрать можно все спрятать замечательно и теперь мы ее сюда в таргет подключаем вот сюда все будет переноситься но сейчас если видите ничего не нас не перенеслось потому что нам нужно задать еще параметры а вот эти параметры это значение просто ноль два раза кликаем ставим две черточки пишем 0 , 0 , 0 таким образом мы определим параметр 0 это фактически то . в которой мы кликаем когда переносим что-то с поверхности на поверхность вот перенесли вот она сюда приехала можно на это все красиво посмотреть если вот так вот исключить из выделения все что у нас тут есть вот это наша поверхность еще зайдем вот сюда и настроим отображение так чтобы оно было не прозрачным а ну вот например это так а вот это так окей вот теперь мы подбираем сколько нам нужно разделение продольных и поперечных вот сколько нам нужно вот она уже начинает немножко тормаживать но ничего страшного сейчас этим справимся так у нас уже слишком сильно начинает тормозить вся эта конструкция поэтому немножечко ее облегчим как мы это сделаем мы возьмем вот эту поверхность пока она у нас у сколько так 45 это многовато ставим 15 сейчас это все переварит вот вот эту поверхность мы переведем в сетку и дальше будем работать уже в режиме сетки вот наша сетка сюда и подключаем settings берем вот отсюда и зададим максимальную 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 длину ребра max edge как например 02 вот так создали что у нас получилось что у нас получилось получилось нажимаю нажимаю перехожу в гороскопе нажимаю control м если у вас не отображается сетка то вот так вот она будет отображаться нет не отображается она у меня чему-то не хочет так но вообще сетка у меня здесь есть давайте и запечем нажимаем insert смотрим вот такая сеточка классная мелкая но при на c раз потянет таким образом мы запекаем и вместо поверхности кидаем сюда сетку вот и сетка начинает работать быстрее что нам в общем-то и нужно теперь мы можем подобрать адекватно подобрать количество элементов но аккуратненько конечно не так не так быстро она работает потому что все таки перенос тяжелый но аккуратно можно вот это подвигать пока мы все это настраиваем можно увеличить значение максимум edge чтобы он не так тормозил то есть это у нас будет грубая такая сетка но потом когда мы все настроим мы сможем ее изменить в общем то в чем плюс этого гороскопера мы можем сначала сделать как-то грубо а потом поменяв параметр сделать снова точно вот подбираем так и сделать чуть-чуть побольше вот 10 продольных и смотрите толщина вот этих дорожек которые у нас здесь получается она достаточно маленькая здесь их 11 надо сделать меньше берем это так да вот так пусть останется нет 7 это мало делаем 9 отключим чтобы у нас чтобы у нас отображалась не только то что выделено а уже готовый результат спрячем лишние объекты вот это вот это вот это это control q и вот это так это нам нужно это нам не нужно контролку вот так подбираем смотрим и вот если у нас дорожки очень тонкие то идем сюда вот нам 072 но сделаем 0 9 пример вот вот у нас получаются дорожки уже потолще и смотрите нам нужно теперь как-то распилить вот эту поверхность на две части потому что верхняя часть нас принципе окей но мы помним что вот тут нас меняется структура вот она разбивается и дальше меняется структуру вот этой всей поверхности дальше уже тонко очень тонко и хочется чтобы было потолще просто поменьше вот этих всех элементов поэтому сейчас возьмем и распилим ту поверхность которую мы сюда подгрузили вот эта поверхность для этого нам понадобится специальный плагин который называется патер фиш вы можете скачать его сайта food for a на ссылочка будет в описании к этому видео и тут есть в поверхностях в 10 раздел с поверхностями есть классный такой инструмент параметр subdivide surface вот эта штука нам и нужно мы подключаем сюда поверхность и она разбивает нам поверхность на такие вот кусочки данном случае у нас получилось 8 кусочков потому что разбилась на 4 на 4 кусочка по ю и на 4 кусочка по ви нам надо разбить их на на половину как это сделать в параметр ю мы подключим значение 0 единица здесь значение определяются в долях от 0 до единицы поэтому мы пишем сюда 0 и единица вот такие два слайдера можно текстом написать можно списком можно слайдерами я вот что для наглядности подключай сюда два слайдера что получилось у нас получилось вот такое вот разбиение сейчас очень не очень хорошо видно запечем поверхность смотрим раз-два вот такие две половинки у нас получились да да классно и с другой стороны тоже две половинки но те половинки нас мало интересует мы можем спокойно взять только те половинки которые у нас здесь получились так а здесь у нас так а здесь у нас осталось то есть нам нужно вот только верхняя часть и нижняя часть сколько у нас новых нас 44 вот эти ход поверхности у нас получилось на выходе давайте возьмем только две из них идем в списке и списках берем поверхности это у нас первая поверхность а это у нас вторая поверхность вот так теперь смотрите здесь очень интересная штука можно сделать разделение не там где она находится а там где мы захотим для этого нам нужно сделать вот в этих вот параметрах поставить здесь стоит 0000 дальше четверть половина и три четверти вот нам нужно поставить 0 дальше не четверть а что-то такое то есть мы подключаем слайдер 0 дальше у нас будет 025 который мы можем двигать как хотим дальше у нас будет 075 стандартный который у нас идет и единица вот так это все выберем выровняем и подключим по порядку 0 с шифтом 32 075 и единица идти и теперь мы сможем теперь мы сможем контролировать вот это вот расположение так это у нас но до 05 здесь должно быть 05 единицы у нас остается на единице все и вот этим слайдером теперь мы можем определить где будет находиться разделение на поверхности вот у нас будет первая поверхность и будет у нас вторая поверхность давайте сейчас посмотрим так вот подключим поверхность сюда и поверхность сюда так так это ве так это нижняя а это верхняя меня местами верхняя нижняя вот и значит получается что мы теперь вот всю нашу конструкцию которую мы здесь вот накрутили вот это вот вся наша вот то что сюда вот вот эту вот поверхность подключается да это наша целевая поверхность у нас будет теперь цела целевой поверхностью являться вот это давайте и сюда подключим это будет раз таргет ак и но здесь получается так что эта поверхность она тримированная и нам нужно чтобы вот этот параметр правильно сработал нужно сделать репараметризацию для этих поверхностей сейчас не вникайте что это такое просто выбирайте репараметрайз и репараметрайз вот и все станет на свои места так ну конечно количество элементов здесь уже должно быть поменьше не столько не 22 в этих чуть-чуть вот так вот причешем делаем поменьше так уже похоже супер где-то 9 на 9 да вот здесь две дорожки идут и вот так можно если у нас вот эта ширина очень большая мы помним что это у нас игрек значит мы игрек чуть-чуть делаем побольше а стоп это не то ну да здесь тоже сделаем побольше а здесь соответственно поменьше вот так таким образом подбираем сколько нам нужно подобрали шикарно и копируем вот эту ноду и теперь подключаем сюда в бейс ой не в бейсов таргет уже вторую вот сюда да но только если мы так сделаем нам нужно будет еще и количество элементов откорректировать поэтому мы точно также с количеством элементов вот с этим вот создаем еще одну копию всего этого дела то есть вот все что у нас здесь есть вот это вот всяко вся 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 эта вот конструкция ну кроме конечно разбиение поверхности вот эту поверхность у нас разбивает мы это не трогаем а вот это у нас разбивает поверхность который у нас получается в результате размещение вот это вот этих вот массивов вот эти вот массивы еще раз так вот у нас они получаются до в итоге вот вот так вот их возьмем вместе с двумя вот этими штуками и скопируем так это будет наша поверхность которая будет получать который мы будем переносить а это наша базовая поверхность который будем переносить базовую поверхность сюда целевая поверхность у нас пойдет из вот этого разбиение таргет сюда дальше вот это вот вся конструкция точно так же в бирэп создается из этого сетка и сетка подключается сюда в геометрию сетка перенеслась шикарно теперь мы можем задать количество элементов вот например вот вот так там по моему идет и количество элементов продольных где-нибудь вот так что у нас получается выбираем две эти ноды получается вот это вот мы получили теперь разную структуру то есть до половины она идет такая дальше такая и вот это разделение где у нас половина мы можем тоже контролировать вот этим вот слайдером так сюда вот это все ну как-нибудь вот так вот подведем количество сверху давайте чуть-чуть поменьше сделаем не девять а вот так вот ну например вот так все когда мы довольны тем что у нас получилось мы вот эту вот сетку у нас есть зеркалим берем трансформация берем зеркало сюда включили сюда подключили у нас сразу получается копия и чтобы все это собрать уже воедино берем ноду которая соединяет сеточку вот тут вот у нас есть но дать шой мэш джоин и подключаем сюда во первых результат зеркала во вторых вот это с шифтом держим и подключаем что вот наша колечко но теперь скажите вы нужно сделать как-то толщину она же не может быть просто такая тоненькая и естественно мы идем так же в плагин патер фиш здесь есть замечательный инструмент в мешах который создает offset mesh задаем offset просто задаем сколько нам нужно допустим 0 8 ставим в distance и подключаем сюда mesh все идем курить потому что эта штука не быстро она требует какого-то времени ну у меня уже быстро посчиталось и получилось так что она у нас нарисовала наш отступ наружу значит мы что делаем правильно мы делаем минус 0 8 пишем можно сделать вот нега писать негатив у нас получится негативное значение от 0 8 вот сюда бэмс вот сделался отступ вовнутрь здесь естественно сеточка сама с собой пересеклась получились вот эти вот грани но мы же помним что у нас настройка здесь стоит грубая 0 8 и если мы хотим сделать уже более точно более наворочено то мы делаем и нибудь 0 0 3 сделаем и вот уже со значением 0 3 у нас будет более плотная сетка она будет более плотно переноситься более точно и так окей вот она получилась вот она замечательная сеточка вот так вот ее можно уже запекать напомню что чтобы для того чтобы запечь просто нажимаем insert на последней ноде теперь выключаем то что у нас тут болтается вот эту лишнее да она нам не нужно все вот эта сетка смотрим на нее радуемся и если нам что-то не нравится подправляем параметры в горосхопере и у нас дальше можно отправлять в magic сильный в zbrush для того чтобы подправить немножко толщины там слепить что-то в общем вот таким образом это все и делается другие формы колец если нужно сделать другую форму да то делается уже другая поверхность но тоже по такому же принципу можно контрольными точками и и подвигать но это должна быть единая поверхность также мы можем и ту поверхность которую мы уже создали тоже ее видоизменить с помощью контрольных точек как-то подвигать и у нас весь рисунок сохранится и точно также видоизменится пробуйте друзья если вы досмотрели до этого места и не сошли с ума то вы большие молодцы потому что действительно тема тяжелая и для новичков может показаться здесь очень много непонятного тем не менее пишите в комментариях если вам что-то было непонятно заходите в наш телеграм-чат постараюсь там всем ответить в мире по мере возможностей и ну и всем удачи моделирование приходите будем учиться вместе всем пока